Ну что, сейчас попробуем заехать с Ксюхой, посмотрим ее держаковые слики, сколько сил у кого осталось. У меня это 270, а она точно не знает, сколько у нее. Так что, сейчас будем узнавать, кто же быстрее. Сейчас попробуем туда мы заехать на двух машинах в драке. Как бы здесь у нас сток твин турбо, мисубисовский двигатель, а на Сильвии у нас SR20D, но там слики, ну посмотрим как это сейчас будет выглядеть. Давай. Рассказывай, Вань, что-то оно. Рассказывай. Получится у тебя, не получится, почему не получится? Нет, буксует, буксует и боком ставит. Машина сама в занос уходит, да? Да, это просто Сильвия же, королева дрифта. Ну давай сейчас наглядно посмотрим как это выглядит. Давай, давай. Давайте по трём сигналам опять. Всё нормально пойдёт. Ксю, тебе надо разгазовать тачку. Так она у меня боком едет, а не прямо. Боком? Нет. Да. Я говорю, что со старта хорошо стартануть. Резина хорошая, но она говорит, она разгазовывает, она у неё начинает боком ест. Ну да, она жопу начинает везти. Да, ну, резина драговая у неё такая хорошая стоит, мне бы её наджить и оху. Но из-за того, что ЛСД, жопу сразу начинает везти и поэтому, блин, бесполезно заезжать. Ну на старте по-любому твоя машина проиграет, у тебя задний привод, а там полный привод. Ну да, они, что я из семейного финика для вас обогнал. Ну да. Заедем с твоим? А как мы сюда? Давай GTO с твоей заедем. Я с места проиграю потом, наверное. Мы сюда спустили? Чё-чё? Мы даже не отпустили. С фиником заедешь? Да. Ну давай, Жека, выстраивайся. Тот момент, когда я увидел ДПС. И технично перестала газовать. Полиция уехала? Да. Вот так вот контент делается на месяц и решается. Даже... Ну, можно. А тут еще. ДПС нас не трогает. Поэтому все должно красиво получиться. Это что у тебя за тачка? 3,5. 3,5. 3,5. 3,5. 3,5. с моими тремя рядами стояли. Что, я его только так? Только так! Что, будет аудио, там все поговорим. Ну, надеюсь, все. Не, ну что, туда едем? Классная машина все равно. Кайф? Да, конечно, мы можем туда все вдвоем комплекте вместе. Давай, 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 давай! О, красотка! Есть же порох, пороховница надо использовать. Ну, тут даже как-то более комфортно, чем в ГТО, да? Более комфортно, чем в Этфинице. Брак, а по рулю, я все-таки ездил. Не, ну она, слушай, что-то с рулем очень прикольно. У меня вон за тебя подруливает. То есть, видимо, из-за настроек подвески такая. Вижу, ну, куда-то мне. Я сейчас прилечу, да? Так. У меня и парктроников нет, наверное. Уж наверно. Взор, мэн. Да-да, проверь. Увидишь потом. Все нормально. В кастом бокс можно заезжать даже таким малышкам. Я, кстати, во Владивостоке видела, что ты ездила на Сильвии. Прямо боевая машина была. Это именно эта Сильвия? Нет, до этой Сильвии у меня была параллельно вторая. Но как она появилась... Ну, тоже пятнадцатая. Тоже пятнадцатая, да. Но до той пятнадцатой Сильвии у меня был 180 СХ, на котором я участвовала. Прямо боевая тачка? Да, прям с Японии пришла на каркасе, все, распил без документов. И, получается, я на ней тренировалась и поехала зимой на тренировку на шипах покататься. У меня там лег мотор. Загорелась. Капец, там тушили и снегом, как огнетушителей нету. Ого! Да, вот. Осенью я поехала покупать крылья на 180 СХ. И мне знакомый говорит, Ксюх, а тебе не нужна Сильвия пятнадцатая? Я говорю, какая? Он говорит, ну вон, посмотри. А там, получается, кузов голый, висел на гараже. Вот. И я как бы незадорого его забрала. Я думаю, ну мало ли там пригодится когда-нибудь. Знаешь, как в магазин за обуви сходить. Незадорого, это за сколько можно взять Сильвию? Наверное, распиленная, да? Кузов, да, распил. Я купила на тот момент, там стопы задние были по ходовке. Ну, полностью голый кузов за 30 тысяч. Ух ты! Да, если кому интересно, можете посмотреть на моем канале Ксения Фокси. Ссылочка вот. Ксения Фокси, так канал называется. Мне знакомые говорят, что зачем тебе собирать этот 180 СХ, если у тебя есть кузов голый пятнадцатой Сильвии? Ну да, пободрее выглядели. Вот. И я думаю, как так? Чтобы собрать пятнадцатую Сильвию просто с нуля. Мне казалось, что это бюджеты нереальные. И вот получается, я вот с этого СХ все перекинула на голый кузов С-15, который я купила за 30 тысяч. И собрали мне боевую для дрифта новую Сильвию С-15. Блин, круто. Я выставила ее на автовыставку, и так сложились обстоятельства, что я вот переехала в Москву, привезла ее сюда. А в Москве дрифтом уже не хочешь заниматься? Нет, я планирую продолжить свою карьеру дрифтерскую, но немножко чуть попозже. То есть мы сейчас отсюда выезжаем и едем к твоей второй Сильвии, да? К сожалению, я когда ее привезла сюда в Москву, у меня ее купили. К сожалению. К сожалению. Случайно приехали? К сожалению. Держи. За сколько вот распиленную боевую сливу можно продать? Продала я ее за 500 тысяч, но там много чего в ней стояло, там турбина, также все на каркасе, полностью подготовленная Сильвия. Продала ее, потому что купила здесь жилье в Москве. Серьезно, 500 тысяч добавила, оказывается, в Москве можно за 500 тысяч жилье купить. Точнее, на ремонт. На ремонт Сильвии пошел, да, в квартиру. Понятно, понятно. Ну, в общем, ты свою деятельность хочешь продолжить? Да, я ее обязательно продолжу, как обосную здесь. Кого ты собираешься брать, какую тачку для того, чтобы бомбить? На самом деле я не изменю никогда своему Ниссану, и если что-то буду брать для Дрипта, то только именно Ниссан. А как ты относишься к марке BMW? Почему не взять бы BMW? Все-таки Москва уже тут больше как немецкий автопром, чем японский. Я даже не знаю, что на что будем высказать, а что АБХ, куда ее вообще не ездить? Веха на ней и дрифтить можно и не ездить. На BMW? Ну да. Не, не бомбки роднее. В общем, понятно, у всех Ниссан топчик. Готовила она. Никаких доработок не требует. Что за хуйня? Куда полетел карбоновый компот? Подожди, там будет соскать. Смотри, нас фоткает, нас фоткает. Пустую канистру доставай. Ты что, пишешь? Да. Давай. Пустую карбоновый компот. Давай. Чай. Он вообще... Я на тебя не смотрю. Пошлые мысли у Ксении просто. Настраивалась машина во Владивостоке, настраивал Руслан Зуев. Рекламка? Руслан Зуев, так что ты довольна, да, его работой? Можно о нем говорить, что он красавчик, да? Да, Зуев очень хороший проект настраивает и собирает. Жаль, что вот этот вот Зуев не столкнулся с моим скайлайном. Зуев, ты куда это? Почему ты пропал? И мне пришлось скайлайна увозить по городам России, искать, кто будет настраивать. Ну, давай. Ну, давай.